Ребята, всем привет! В этом видеоролике начну потихоньку вытачивать все детали нарисованные на чертеже. Они мне нужны для того, чтобы присоединить реактивный двигатель к коробке передач BMW. Я прислушался к вашим советам и решил на основном корпусе вместо резьбы сделать все-таки фланцевое соединение. Вот шип паз и вот две детали. Начну сегодня с самой большой корпусной детали. Токарка должна быть очень эпичная. Н apparatus. Продолжение следует... 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 Снаружи деталь полностью готова. Дело осталось за посадкой под вот эти огромные подшипники. Нужно сделать вот такое отверстие и сделать резьбу, чтобы их можно было фиксировать. Процесс пошел, будет использоваться два сверла для начала на 20 и на 45. Ну а потом расточка под посадку. Уже точная работа. Ну и нужно будет еще сделать маленький штришок, это резьбу для фиксации подшипников. В принципе и все, что осталось сделать. Давно мечтаю опробовать новое сверло. Вот так выглядит, друзья, новенькая сверла большого диаметра. 48 миллиметров оно. Я даже ошибался. Не 45, а 48, почти 50. 49. 60. 60. 60. 60. 70. 60. 60. Не знаю почему, но растачивать я люблю больше всего. Очень зажигательный процесс. Отверстие под посадку подшипника практически готово. Охлаждаю деталь, потому что подшипник и деталь должны быть одинаковой температуры. Иначе они имеют разный размер. Сейчас она охладится и буду делать уже точно в размер под скользящую посадку, чтобы точно-точно входило без всяких зазоров. Пошла расточка начисто. Станок конусности не имеет, поэтому можно смело растачивать. Если подшипник будет заходить, то он будет заходить везде на всем протяжении канала. Очень хорошо, друзья, можно двигаться дальше. Я уже здесь сделал прорезь под центровочный паз и также сделал подготовку под резьбу. Резьба немножко утопленная будет, она нужна для того, чтобы гайку зажимную накручивать и фиксировать подшипники. Поехали, попробуем потихонечку нарезать резьба шаг-полтора. Думаю, больше не надо, меньше тоже не надо. Такими вот движениями потихоньку сейчас нарежем. Вот такого качества. Деталь фактически готова. Здесь, конечно, нужно еще много отверстий просверлить, но токарка уже закончена, это точно. Отверстия буду сверлить на самодельном поворотном столике. Здесь очень удобно делить на сектора. Вот так ставим ноль и погнали. Для начала отмечаю центровочкой, а потом будем сверлить. Попробую просверлить и сделать резьбу вот этим инструментом, друзья. Инструмент чистый американец. Здесь комплект, сверлышко и сразу метчик под него. Сделаю резьбу М8. Процесс идет очень приятно и внутри чистая поверхность в колодце. Современный инструмент, конечно, очень радует, когда он есть. Пробую нарезать сначала обычным метчиком, чтобы почувствовать, постараться разницу. Идет довольно-таки тоже неплохо. Это хороший метчик, новенький. И плюс он с покрытием, с желтым. Так, теперь попробуем двухперым метчиком, как оно пойдет, ребята. Очень-очень-очень-очень-очень интересно. Двухперым нарезать не доводилось. Вроде бы нормально идет. Не могу сказать, что легче. Все-таки там три режущих кромки, здесь две. Отлично, готово. В принципе, какой-то большой разницы я не почувствовал, ребята. Этот метчик должен нарезать в более крутых сталях. Даже закаленка вроде бы им нипочем. Итак, первая деталь для турбовальной BMW полностью готова. Конечно, кучу отверстий я здесь насверлил. Можно даже взвесить ее, ребята. Будем считать, что 6,5 килограмм. Это корпус подшипников. Это основная деталь, которая вместе с переходной плитой будет воспринимать все нагрузки от маховика и сцепления. Следующим этапом буду точить внутрь вал и можно будет уже даже маховик присоединить. Посмотреть, как это все будет выглядеть, ребята. Уже в следующем видео начнет что-то вырисовываться. Ну а на этом видео все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Больше всего интересно, что делал по вот этому подшипнику. Он очень плотно сидит. Ну а второй, видите, он здесь малость болтается. Этот сидит вот так. Ребята, Субтитры сделал DimaTorzok